всем привет дорогие друзья и сегодня я хочу представить вашему вниманию просто сногсшибательный торт это торт немецкого происхождения его называют апфельмус он реально очень нежный можно есть губами он переплюнул много тортиков в топ моих те которые мне нравятся реально тортики и обязательно хочу чтобы вы его попробовали это очень вкусно для начала для крема подготовим яблоки яблоки я порезала удалила сердцевины накрыла тоже стеклянной вот такой штукой и отправляю в микроволновку на 10 минут затем убираю кожуру и оставляю только одно пюре которое нужно перебить блендером до однородного состояния у меня в этом уже опыт большой потому что ребенку много такое пюре переделала в общем вот такой вот однородное пюре должно получиться и отправляем в холодильник до остывания теперь как раз пришло время заниматься коржами полностью все яйца и сахар отправляем перемешиваться вы видите я использую не венчик а такое поменьше там где створочек чтобы не сбивалась сильно и пока перемешиваются мои яйца я отвешу все сухие ингредиенты здесь у меня будет мука крахмал и сюда же я сразу добавлю разрыхлитель как раз сюда пакетик разрыхлителя уходит лучше используйте такой разрыхлитель они магазинный потому что те которые производят магазины сами там обычно просто сода как раз растворился сахар у меня в яйцах смотрите чтоб крупинки практически полностью разошлись и добавляю сюда размягченное сливочное масло и продолжаю замес масло должно практически полностью разойтись если останутся какие-то крупинки ничего страшного и добавляю сюда частями сухую составляющую получилось вот такой вот красивенное однородное и гладкое тесто похоже на как в блинчики оладушки пышное делать вот такая вот красота и пахнет очень вкусно для того чтобы коржи были одинаковые тесто я взвешиваю и отнимаю потом вес body чтобы получить чистый вес теста и потом на весах просто вот у меня получилось что каждый корж должен быть тесто там положено сто тридцать семь грамм и я так и разделяла чтобы все коржи были примерно одинаковые сейчас распределяю в разъемном кольце размером 22 сантиметра и отправляю этот корж в духовку духовка разогрета до 200 градусов где-то они пекутся по пять минут не больше чтобы вот так краешек подзолотился и сверху начали немножечко вот так вот золотиться пупырышки и сразу же ставлю кольцо на кольцо уже раздвигая на 21 сантиметр и вырезаю чтобы были у нас ровные края сразу же обрезаю а вот эти вот края которые у нас остались я их снимаю и буду использовать для обсыпки торта вокруг сразу же переворачиваю и снимаю с подложки коржи один на другой ложить не нужно потому что они могут слипнуться раскладывайте их все по отдельности так пику все коржи теперь можно заняться во время выпечки коржа еще кремом замочила на полчаса желатин с водой и пускай набухает уже когда приготовились все коржи начинаю заниматься кремом как раз уже и остыли ла яблочное пюре у нас взбиваю сливки с сахаром до растворения сахара вначале на небольшой скорости для того чтобы именно сахар начал расходиться пока взбиваются сливки растворила в микроволновке желатин который у меня уже набух за полчаса и добавляю его уже остывшая в холодильнике яблочное пюре когда сливки наши взбиты добавляю сюда яблочное пюре желатином получается такой очень легкий но не текучий крем вот такой вот красивый крем у нас получается так как там желатин крем немножечко еще уплотнится в процессе остывания крем я тоже взвесила чтобы одинаковое его количество было между слоями конечно это можно делать и на глаз я испекла из этого количества теста 6 коржей соответственно 6 прослоек у меня будет еще и сверху будет обмазана у меня вокруг кремом крема получается достаточно абсолютно для 6 коржей можно испечь и 20 сантиметровый диаметр тортик но делать тогда на 8 коржей из этой порции теста и просто вот так вот распределяю сюда к этому тортику подойдут любые фрукты если вы хотите внутрь и либо карамелизированные яблоки либо груши в общем любое компоте подойдет сюда в общем очень такой но это самая простая вариация тортику я дала постоять сейчас где-то два два с половиной часа и уже его можно резать чтобы просто схватился внутри желатин и вот такой вот красивый белоснежный и очень очень нежный тортик у нас получается его оценил даже мой маленький ценитель который у меня до этого тортики и собственно и не кушал я не давала он еще был очень маленький а сейчас разрешила первый тортик попробовать и он ему очень понравился я думаю вам он очень понравится обязательно пробуйте дерзайте и удачной вам выпечки а с вами как всегда был кекс до новых встреч пока пока